Всем привет, друзья, с вами Ранни, и сегодня я покажу вам лучшие новые аддоны к моду Fisk Super Heroes. Некоторые из них стали даже лучше самого мода, поэтому давайте начнём. Ну что ж, все костюмы уже расставлены, но перед началом, друзья, сегодня вам точно нужно поставить лайк, потому что сегодня за лайк вы не только получите самую высокую оценку в школе, но ещё и к вам в школу придёт Эндрю Гарфилд и скажет, что он не снимается в фильме Человек-Пук 3 Нет пути домой, Spider-Man, No Way Home, да. И поэтому обязательно ставьте лайк, ещё и можете подписаться на канал и написать комментарий, и тогда шансы того, что это произойдёт, увеличатся в 17,5 раз. Сегодня в видео у нас участвует целых 5 аддонов, и все костюмы тут перемешаны. Ну и начинаем мы с зелёного фонаря, берём его костюм, но на нас он почему-то не появился, это очень странно. Но чтобы он появился, нужно нажать на G, и тогда он у нас вот так вот красиво одевается с такой вот крутой анимацией, и теперь мы настоящий зелёный фонарь. А ещё на правый shift он может снять маску. Ну и теперь что же он умеет? Во-первых, он летает, но он не может зависнуть в воздухе, не знаю почему, но в принципе это не так уж и важно. Ну и теперь смотрим на кнопочки, зажимаем C, и у нас появляется такой вот лук. И кстати, почему-то от третьего лица он вертикальный, а от первого горизонтальный. Это странно, ну ладно, в принципе не так уж и важно. И теперь если мы зажатой C нажмём на правую кнопку мыши, то мы стрельнем таким вот зелёным выстрелом, который наносит 5 урона. Даже 5.25, это очень круто. А теперь нажимаем В, и у нас появляется вот такой вот щит зелёного фонаря, он похож на щит ФБР, он ещё полупрозрачный, это тоже круто. Но он защищает нас от любого урона, давайте проверим на этом големе, почему бы и нет. Бьём его. О, даже так. А если мы его сейчас уберём? А, он даже так ничего не может сделать, я даже без щита. А если я, ну, сниму костюм? А, это из-за Писфула? Окей, такого я точно не ожидал. И теперь он меня просто отталкивает. Кстати, это очень прикольно выглядит, я так отлетаю ещё из-за полёта. Ну и теперь, чтобы ему отомстить, я ещё раз нажимаю на В, и теперь у меня появляется такая вот дубинка, очень жёсткая и массивная. И теперь я уже могу его отлупасить. Ну чё, ты меня бил? Да, вот такая вот дубинка. И, кстати, именно последняя версия мода Физ Хироус и позволяет делать такие вот 3D модели, в виде такой дубинки, или, например, шлема Галактуса, который тоже 3D модель. Но о нём чуть позже. А вот следующий у нас синий жук, вы его, возможно, не знаете, но это персонаж из комиксов, из комиксов Марвел. В сложенном состоянии он выглядит вот так. Мне очень нравится этот его рюкзачок, не знаю, как это ещё назвать, но сделано прям очень хорошо. И если мы нажмём на G, то мы надеваем на себя костюм синего жука. Вот так вот это всё делается. В принципе, прикольная анимация. А ещё мы можем снять шлем на правый шифт. Ну, это уже вы знаете. Ну и самое первое, и, пожалуй, самое крутое, это его полёт. Я нажимаю на пробел один раз, я просто подпрыгиваю, и у меня появляются его офигенные крылья. Вы посмотрите, как круто они сделаны. Эти крылья стрекозы, они очень красивые. Ну и ещё раз, вот так вот это офигенно выглядит. Вот такие вот у нас крылья, они мне очень нравятся. И вот это прям реально очень круто. И персонаж как будто из мода, но это аддон. Это прям очень круто. Нажимаю С, у меня вытягивается рука, и появляется пушка. Ну и теперь нажимаем правую кнопку мыши. И так мы стреляем таким вот синим выстрелом. И, в принципе, всё. Вот такой вот синий жук. А теперь у нас Железный Человек, но нет, вы ещё не готовы на него смотреть. Он слишком крутой, и мы начнём с Чёрной Пантеры. И что ж, пока на нас просто его ожерелье, но нужно нажать на G, и тогда на нас появится его крутой костюм. На кнопку С мы, конечно же, можем открыть наши когти, как и на обычном костюме Чёрной Пантеры из мода. Но теперь то, ради чего я его сюда добавил. Я нажимаю на B и делаю Ваканда Форево. Блин, это очень прикольно. То есть на B у нас просто проигрывается анимация, и она нам ничего не даёт, но всё равно это очень круто. Но ещё можно делать вот такую вот зарядку. Но даже это ещё не всё. Если меня сейчас какой-то моб ударит, например, этот Голем, то я заряжусь кинетической энергией, и на кнопку В я могу её выплеснуть. То есть я вот так вот пускаю молнию. Это, кстати, очень эффектно выглядит. Давайте ещё вот так вот посмотрим. Так, заряжаюсь и бью. Ну всё, вы вроде увидели, и нормально. Ой. Неплохой костюм Чёрной Пантеры, но даже это не сравнится с Железным Человеком Марк 5. На стенде вы видите костюм, но если я его себе возьму, то у меня в руке будет кейс от Марка 5. Во-первых, сам кейс это уже такая вот интересная и крутая модель. Но сейчас, ребята, вы такого точно не ожидаете. Сейчас вы очень сильно удивитесь, потому что вот сейчас я даже вот так поставил камеру очень красиво, потому что это нужно видеть. Я нажимаю G, я ставлю кейс и надеваю на себя костюм, прямо как в фильме Железный Человек 2. Да, это было быстро, и вы, скорее всего, ничего не увидели. Ну, поэтому я включу, знаете, что... Голем, можешь не мешать? Я просто... Ну, и чтобы получше рассмотреть эту анимацию, я включу Force Slow. Если вы смотрели мои обзоры, вы знаете, что это. Ну, и теперь я очень медленный. Ну, ладно, я не буду так говорить. Я просто нажму на G, и анимация пошла. Вот вы можете видеть, как это всё происходит. Всё очень сильно проработано. Костюм на нас надевается сверху, идёт вниз, и параллельно с этим надевается шлем. Вот так вот всё очень красиво. Всё, костюм на нас. Да, это было очень круто. Ну, и что же мы умеем? А, в принципе, у нас такие же способности, как и у обычных марков Железного Человека из этого мода. То есть мы можем вот так вот стрелять, и также из нашего реактора. Ну, и, конечно же, летать. Это, думаю, вы понимаете. И зависнуть в воздухе мы тоже можем. Ну, и теперь, наконец-то, Галактус. Во-первых, его шлем — это полностью 3D-модель. Именно с версии 1.5.0 в аддоны можно добавлять вот такие вот анимации, как у Железного Человека, и 3D-модели, как у Галактуса. Хорошо, берём его костюм, и вокруг нас идут такие вот интересные эффекты, и бьют фиолетовые молнии. Не спорю, это эффектно, но это ещё не всё, что мы умеем. Во-первых, на кнопку V у него телепорт. Нажимаю и спамню такой вот фиолетовый портал, который нас перемещает, куда мы смотрим. Но это тоже ещё не всё. Теперь я нажимаю B, там где написано Change Size, но ничего не происходит. Потому что, запомните, друзья, чтобы изменить размер у Человека-муравья, у Атома, у Атом-смешера, вам нужно не только нажать на кнопку увеличения или уменьшения, но ещё и крутить колёсико мыши в нужную сторону. То есть, если я хочу уменьшиться, я буду его крутить вниз, но я не могу этого сделать, потому что у Галактуса нет такой возможности. А вот если я покручу его вверх, то я начну увеличиваться, увеличиваться и всё. Вот это максимум. Ну, слушайте, это тоже неплохо. И думаю, если бы какой-то мелкий чел подошёл и увидел бы вот такие вот огромные партиклы и молнии, он бы точно офигел. А может, проверим это? Так, я пока ещё не смотрел. Ну, давайте сейчас обернусь. Оу. Ну, не так уж, в принципе, страшно, но очень даже красиво. Ну и в большой форме у нас появляется целых три новых способности. Это, кстати, очень круто. И давайте мы телепортируемся куда-то вон туда, потому что сейчас мы будем разрушать этот город. Во-первых, на С мы теперь можем стрелять энергией. Вот так вот это выглядит. В принципе, прикольно. Теперь я зажимаю F и нажимаю ПКМ. И я делаю такой вот интересный крутой взрыв. Очень даже симметричный, я бы сказал. Вот так красиво блоки у нас разлетаются. Это, кстати, очень хорошо сделано физком именно. А теперь нужно вернуться чуть сюда. И зажать G плюс ПКМ по земле. И в этой области начинается землетрясение. И все мобы, которые находятся в этой области, получают урон. Ну, а мы идем дальше. Ну что ж, уже половину посмотрели. И следующий у нас Стор. Он был в этом аддоне и раньше, но его серьезно доработали. И главная доработка заключается в том, что теперь Шторм Брейкер это 3D модель. Вот такая вот 3D модель. Раньше это была просто текстура такая вот. Она была тоже красивая, но теперь 3D модель выглядит еще круче. Но теперь с ним зажимаем С и нажимаем на ПКМ. И так мы стреляем молнией. Ах да, и давайте еще проверим урон, потому что тут есть одна интересная способность. Посмотрите, вот если я бью вот так вот, то у него урон 6. Но я также могу повернуть свой Шторм Брейкер, чтобы передняя часть у нас стала молотком, а не топором. Ну, думаю, вы поняли. Он был вот такой вот, а стал вот такой вот. И теперь мы наносим 1,5 урона. То есть даже это меняется. Я, кстати, не знал, что это меняется. Я хотел это проверить. Окей, респект Сикрету за такое внимание к деталям. Это круто. Ну и последняя способность это Гот Мод. Я нажимаю G, и мой костюм начинает светиться. Но теперь вокруг меня летают молнии, что очень круто. И по урону я стал сильнее на целую четверть. Офигеть, это реально стоит того. Второй Марк Железного Человека в сегодняшнем видео. И это Марк 16. Я не знаю почему, но после того, как вы поиграете некоторое время с костюмами, то он начинает очень жестко фризить. Ну что ж, я на крыше, тут вроде не так сильно лагает. Во-первых, я могу снять маску. Ну так и зачем же я поставил этот костюм в наше сегодняшнее видео? А все это из-за одной способности. Это камуфляж. Если вы играли с модом Legends от версии, наверное, 6.0, то там есть Марк 16, и у него там тоже есть камуфляж, который работает вот так вот. Мы можем изменить наш костюм на черный цвет, типа стелс такой цвет. Ну и это забавно, это есть и в Legends. Теперь и в физке такое тоже можно сделать. О, и кстати, когда у нас камуфляж, то наши эффекты полета, они красные. Это, кстати, очень круто выглядит. Это как у черной манты. Доктор Фейт. Ну, конечно, он тут тоже очень крутой. Это вроде бы из другого аддона. Да, это из Derbs Heroes. Боже, там такие названия. У него на груди есть такой вот крест Анха. Я не знаю, как это называется. Извините, я не шарю. Это все-таки персонаж из комиксов Marvel. Я не шарю, что там и как. Но именно этот амулет с этим крестом позволяет нам использовать наши магические интересные способности. Ну и теперь я зажимаю С, и мы вроде бы просто пускаем обычный луч, но это нужно смотреть на F5, потому что на F5 это выглядит вот так вот. У нас спавнится этот крест, и уже с помощью него мы стреляем этим лучом. На В у нас есть разные заклинания, и все они такие же, как у Доктора Стрэнджа. Ну, давайте посмотрим на одно, на Duplication Spell, потому что это может быть интересно. Вот такие вот у нас дупликаты наши спавнятся. А давайте мы теперь попробуем выстрелить этим лучом. Вот такие кресты мы спавним, еще руки поднимаем. Я надеюсь, вы заметили, мы еще руки поднимаем, так что тут анимации тоже используются. Еще у нас есть телепорт. Это самый обычный телепорт, как и у всех телепортеров, которые могут телепортироваться. Врата Набу. Я не знаю, что это значит, но давайте проверим. А, я понял, это уже другой луч. Ну и последняя наша способность, для которой мне нужен какой-то интересный моб по типу голема. Ну и теперь я зажимаю G, и с помощью моего Христа я делаю щит, и он не дает голему меня ударить. А, ну и еще он летает, вы, наверное, заметили. Ну что ж, вайп у нас был в Secret Heroes еще очень-очень давно. Наверное, больше года назад я делал обзор на этот аддон, и там был вайп. Но в этой версии его прикольно обновили, поэтому я вам его и покажу. Телепортируется он точно так же, у него самый обычный портал. Но вот его выстрел изменился, и давайте сейчас я вам его покажу. Вот такой вот у него теперь выстрел. А на F5 он выглядит вот так вот, еще круче. Ну и, короче, мы выпускаем сразу и вибрации, и луч. И выглядит это очень прикольно. Ой, я что-то сломал. Интересное обновление. А еще, если мы нажмем на правый shift, то наши очки станут зелеными. Если честно, хоть я и смотрел все 8 сезонов Flash'а, но я не помню, что значит, если у вайба зеленые очки. Поэтому, если вы помните, то напишите в комментариях, и я вас лайкну. Ну и следующая у нас просто какая-то непонятная женщина. Вот реально, она в обычной одежде, как бы, да, вроде реально. Этот костюм тоже из сериала Flash. Наверное, больше по 8 сезону, если вы его смотрели. И напишите, когда выходит новый сезон, потому что я не знаю. Ну, короче, да, мы Speed Force, но поэтому давайте включим нашу скорость. Я нажимаю C, и мы начинаем вот так вот моргать. И это уже очень круто. Я думаю, вы поняли, к чему я веду. В общем, у нас разноцветные вот такие вот молнии, прямо такие же, как у Speed Force, у его человеческой версии. И выглядит это очень круто и очень accurate, прямо как в сериале. За это абсолютный лайк. А еще, если мы нажмем на G, то на нас оденется одежда мамы Барри Аллена. Ну, как это и было в сериале. Ну и последний персонаж на сегодня, это серебряный серфер. Давайте, я возьму уже его костюм. Ну и он, ребята, очень-очень интересный. Во-первых, на C мы, конечно же, можем просто пускать энергию. Ну, реально, все так умеют. То есть, это просто вот такой вот обычный луч. На B мы можем перейти в режим прохождения сквозь стены. Вот так вот. Стоп. А летать-то я еще не умею. Я, получается, в ловушке. Ну и вы, наверное, спросите, а где его доска? Он же постоянно на своей доске. Так, вот она, ребята. Вот так вот она выглядит. Боже, я когда это впервые увидел, я реально плакал. Потому что это очень красиво. Она 3D-шная. И еще мы так, такую позу становимся, очень крутую. Ну и теперь мы можем, как бы, вот летать. Даже в выживании. Смотрите. Вот я в выживании. И мы можем летать. Ну и теперь у нас появилось больше способностей. Во-первых, вот так вот мы проходим сквозь стены теперь. То есть, мы, как бы, можем летать еще. Это тоже круто. Это выключаем. А еще можем зависнуть в воздухе, чтобы вот так вот очень красиво стоять. Ну, конечно, вот так мы летаем очень медленно. А все-таки серебряный серфер, он там путешествует по космосу и по, наверное, галактикам разным. И поэтому он должен быстро летать. Ну хорошо, давайте мы включим свою суперскорость. И теперь можем летать очень-очень быстро. Ну что ж, вот такие вот аддоны. Напишите в комментариях, как вам. А еще можете поставить лайк, подписаться на канал, позвать друзей. А с вами был я, Эндрю Гарфилд. Всем удачи, всем пока, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok